В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте! 8 июня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники социальных центров и все те, кто помогает людям в трудной жизненной ситуации. Накануне праздника поговорим о становлении социальной службы в регионе. Гостья студии Елена Волкова, министр труда и социального развития Республики. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте вначале поговорим о главных вехах истории становления социальной службы именно у нас в Якутии. Если говорить о социальной службе не только в Якутии, но и в целом в российском государстве, надо, наверное, сказать о том, что вначале устанавливалась социальная служба, вообще социальная защита, как система государственного презрения. Что это означает? Это присмотр, это забота, это опека над теми людьми, которые в этом наиболее нуждаются. И как государственная система, она начала создаваться еще в XVIII веке, когда Екатерина II подписала соответствующие решения, и тогда начали создаваться губернские приказы. То есть это учреждения, основная задача которых была, во-первых, это работа с бедными людьми, с сиротами. В большей степени создавались учреждения, организации, как приюты, создавались богодельни при церкви. И, соответственно, второе направление, это уже начала устанавливаться, создаваться система государственных пособий. То есть это отдельные категории граждан. Тогда уже начали выделять земельные наделы. Но уже, если говорить о современной социальной защите, то необходимо отметить, что уже в постреволюционной России с 1918 года начали создавать наркоматы по социальному обеспечению. Ну и, соответственно, за последние сто лет, конечно же, система социальной защиты претерпела большие изменения. Кроме мер социальной поддержки, как таковые, было введено пенсионное обеспечение, социальное страхование. Ну и сегодня, конечно, мы имеем очень большую обширную систему социальной защиты, которая имеет очень большой арсенал мер поддержки в виде не только пособий, каких-то монетизированных мер, но и в виде широкого спектра именно социальных услуг. И вот в этом году социальной защите уже Российской Федерации 106 лет. С 1 января этого года в стране должна была заработать единая цифровая платформа. И расскажите, пожалуйста, какие изменения произошли с ее внедрением? Сегодня все системы государственного управления претерпевают большие изменения. Это происходит очень быстро. Мир меняется очень быстро. Потребности конкретного человека тоже растут. на потребность, на получение очень комфортной, быстрой услуги. Соответственно, эти вопросы, конечно, решаются через цифровизацию государственных услуг. И первая задача, как я уже сказала, это обеспечить предоставление услуг таким образом, чтобы человеку было удобно ее получить. Поэтому мы последние годы проводим большую работу. Как минимум человек может подать в электронном виде свое заявление, не приходя в офис. Ну и появились услуги полностью электронные. То есть это и заявление, это и сбор документов. Когда человеку нет никакой необходимости собирать документы из разных инстанций, их собирают за конкретного получателя услуги, либо орган социальной защиты. Сейчас это социальный фонд Российской Федерации. Ну и, собственно, на базе анализа полученных документов принимается уже решение. И человек уведомляется в личный кабинет о принятом решении. Вот это называется полностью электронная услуга. Конечно, большую работу мы сегодня проводим по переводу услуг на проактивный режим. То есть когда человеку даже не нужно подавать это заявление. То есть есть определенные жизненные ситуации, например, рождение ребенка. Когда мы получаем эти сведения уже от коллег по каналу межведомственного взаимодействия, и та или иная мера назначается уже без заявления проактивно. И, соответственно, какая-то соответствующая помощь уже предоставляется человеку. Понятно, что не каждая государственная услуга может быть предоставлена проактивно, потому что цели и задачи различных мер поддержки, они разные. Но сейчас стоит задача максимально там, где это возможно, все-таки переходить на проактив. Ну и вот как раз единая централизованная цифровая платформа, ее создание, оно как раз направлено на создание большой уже цифровой платформы по всей стране, которая будет включать не только сведения, допустим, региональных органов социальной защиты, как наш, например, Минтруд, о мерах поддержки, о различных пособиях. Но и будут туда подключены различные сегменты информационной базы других ведомств, например, социального страхования. И мы должны получить большую систему с большими данными по каждой семье, не только о мерах социальной поддержки, но и в целом о доходах, о ситуациях, в которых находится та или иная семья. И одним из первых результатов в этом году должна появиться, значит, в рамках вот этой создаваемой единой цифровой платформы мы должны получить реестр многодетных семей. Как раз в реализацию указа президента, который был принят в начале года, о поддержке многодетных семей, должен быть создан единый реестр многодетных семей, который позволит в перспективе органам социальной защиты уже предоставлять те или иные меры поддержки, и не только органам соцзащиты, но и тем, кто их будет предоставлять, более быстро, соответственно, более проактивно ту или иную меру поддержки. Да, действительно, это очень удобно и упрощает наш быт. Да, безусловно. Какова структура социальной службы на сегодня в регионе? У нас, если говорить о Министерстве труда и социального развития и о подведомственных организациях, у нас в структуру входит на сегодня 83 государственных организации по всей республике и общей численности более 5000 человек у нас трудятся в нашей системе социальной службы. Если говорить в целом о системе социальной защиты, включая и федеральный уровень, как наши коллеги из социального фонда, то в целом более 7000 сотрудников трудятся у нас в республике с тем, чтобы предоставлять ту или иную государственную услугу, помощь тем, кто в ней нуждается. Сколько граждан ежегодно нуждаются в социальном обслуживании и как организована деятельность социальных работников? У нас есть различные формы социального обслуживания. В первую очередь, социальное обслуживание на дому. Понятно, что есть люди, которые нуждаются в помощи в социально-бытовом плане, соответственно, в содействии в получении медицинских услуг и многие другие мероприятия. Наш социальный работник предоставляет такую помощь на дому в первую очередь. Таких людей у нас на социальном обслуживании более 5000. Но также у нас есть и формы дневного пребывания, когда в дневном формате либо у нас это люди старшего возраста, либо это дети несовершеннолетние, тем, кому необходима дополнительная поддержка специалистов, тоже могут получать такую помощь в отделениях дневного пребывания. Также есть стационарное социальное обслуживание. Но это уже для тех пожилых наших старших граждан или для людей с инвалидностью, которые требуют постоянной посторонней поддержки. Для таких людей у нас есть, конечно, стационарная помощь. Это и интернаты общего типа, и специализированные организации. У нас достаточно большую помощь оказывают в стационарной форме и реабилитационные центры для людей с инвалидностью. Поэтому служба представлена достаточно обширно в нашей республике. И что самое сегодня также для нас важное, мы в последние годы активно внедряем новые технологии обслуживания. Например, такая технология, как сопровождаемое проживание. То есть для людей, в частности, с пентальными заболеваниями, это новая технология работы в целом по стране, которая нами успешно внедрена как пилотный проект и уже масштабируется. Мы уже такую технологию хотим внедрять не только в городе Якутске, но и уже в районах республики, там, где такая потребность имеется. Как социальная служба взаимодействует с общественными организациями? Вы знаете, действительно, не только государственный сектор предоставляет необходимую помощь в соответствии с законодательством и так далее. Очень большой пласт работы на себя берут и общественные организации, которые являются не только проводниками той социальной политики государства, которые сегодня реализуются, но и непосредственно оказывают поддержку различным категориям граждан, которые нуждаются в информации, в консультации. У нас очень хорошими помощниками является, к примеру, наше общество для людей с инвалидностью. Это и региональные отделения общества инвалидов, это якутские региональные отделения Всероссийского общества слепых, глухих. У нас очень большую работу проводят некоммерческие организации родителей детей инвалидов. Фонд Харыс Хал, созданный еще в 2012 году, большую работу проводят, в первую очередь, с родителями ребятишек с инвалидностью в рамках дополнительных программ по реабилитации. Поэтому, конечно, большую работу проводят коллеги из негосударственного сектора. Мы в рамках государственной программы соцподдержки граждан реализуем, соответственно, отдельно у нас есть мероприятие, которое направлено на поддержку таких программ негосударственных общественных организаций. Это вот как одно направление. И также развивается очень достаточно активно негосударственный сектор поставщиков социальных услуг. Это уже нисколько не коммерческий сектор общественных организаций, это уже профессиональное сообщество, которое предоставляет непосредственно социальную услугу. Это частные пансионаты, это организации, предоставляющие услуги в дневном пребывании, и так далее, и так далее. Для таких организаций у нас тоже есть отдельное финансирование по нашему социальному заказу. И в завершение, что бы вы хотели пожелать своим сотрудникам социальных центров? Конечно же, 8 июня — это наш день, профессиональный день для всех наших работников. И, конечно же, хотелось бы пожелать нашим сотрудникам, в первую очередь, здоровья, в первую очередь, здоровья, семейного благополучия, чтобы хватало сил на семью и на всех тех подопечных, с которыми наш социальный работник каждый день встречается, помогает. И, конечно, здесь нужно сказать, что, с одной стороны, социальная служба — это высокопрофессиональный коллектив, то есть достаточно высокие требования предъявляются сегодня к социальному работнику в таком широком смысле слова, потому что у нас и социальные работники, и это и медицинские, и педагогические работники, которые составляют костяк нашей социальной службы. Но в то же время социальная защита и наши работники — это особые, уникальные люди. Почему уникальные? Потому что они связали свою жизнь с особой миссией — это помогать людям. Поэтому, конечно, я хочу пожелать всем нашим коллегам, сотрудникам и государственных, и негосударственных служб, хочу пожелать дальнейшего профессионального развития, успехов, ну и, конечно же, еще раз повторюсь, наверное, личного счастья и здоровья, чтобы это все помогало, и дальше помогать людям, которые в этом нуждаются. Елена Александровна, спасибо, что уделили время, и спасибо за хорошую беседу. Спасибо. Ну а я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.